От имени объединенных левых я предоставляю слово госпоже Лоте Джо Йонсон. От имени европейских левых я решительно рекомендую Совету Евросоюза не принимать резолюцию об эскалации насилия на Гольных Карабахе и других территориях. Хочу подчеркнуть, совершенно ясно, что объединенные левые не поддерживают ни одну из сторон в конфликт не Азербайджан, не Армении, но мы не можем поддержать доклад несбалансированный, что может подорвать реноме Совета Европы. Резолюция несбалансирована, она однобоко в пользу Азербайджана и негативно характеризует Армению. Мы согласны с озабоченностями, с сложными в резолюции в том, что касается роста напряженности на границе. И, к сожалению, мы, к сожалению, констатируем рост числа жертв со стороны мирного населения. Население платит высокую цену за заморозку этой квартиры. Ситуация всех проживающих с армянской, с армянской стороны в этом регионе ухудшается, и они не могут вернуться в свои дома. Люди в Нагорном Карабахе живут в своеобразной черной дыре, где не действует конвенция по правам человека. Поэтому надо, чтобы обе стороны стремились к мирному регулированию. Но эта резолюция не улучшает, не нацелена на улучшение ситуации. Она может, наоборот, усугубить напряженность Совета Европы. Должен способствовать участию всех сторон. И точки зрения всех должны быть услышаны Армения, Азербайджан и Нагорного Карабаха. Кисмин Уолтер посетил только Азербайджан. Он не был в Армении и в Нагорном Карабахе. Еще один важный фактор. Минская группа – это единственная международная структура, мандат которой предусматривает регулирование на Борном Карабахе. И с этим согласились обе стороны. С 2015 года мы видим, как эскалацию насилия на границе между Арменией и Азербайджаном и даже тяжелое оружие недавно было применено. Жертвы имеются с обеих сторон, в том числе гражданское население. И однобокое представление ситуации в докладе лишь послужит дальнейшей эскалацией конфликта. Совет Европы следует в докладе. Доклад этот вернут в комитет с тем, чтобы был назначен новый докладчик, способный написать сбалансированный доклад. В котором, конечно, точка зрения всех сторон должна быть отражена. Поэтому я призываю еще раз наших коллег не принимать этот проект резолюции. Спасибо. Спасибо.